Здравствуйте! Субтитры предоставил DimaTorzok 24 мая мусульмане будут отмечать праздник Ураза-Байрам. В связи с этим 25 мая в Карачаево-Черкесии объявлен главой республики нерабочим днем. В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. Работа 25 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Муфтиат Карачаево-Черкесии еще раз обращается к жителям республики соблюдать меры предосторожности во избежание распространения коронавирусной инфекции. Не ходить в мечети, не посещать кладбище, не раздавать соседям традиционные кульки с продуктами. Праздник Ураза-Байрам рекомендуется проводить дома в кругу семьи. Ну а сейчас новости из оперативного штаба. За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения. Таким образом, по состоянию на 10 утра общее количество подтвержденных диагнозом составляет 712 человек. 395 пациентов находятся на стационарном лечении в госпиталях, организованных для лечения больных с инфекцией COVID-19. 51 больной выздоровел за последние сутки. Общее количество выздоровевших в Карачаево-Черкесской республике на 22 мая 2020 года составляет 239 человек. Не обязательно выходить из дома, чтобы оформить документы на получение детских пособий. Подать заявление на получение денежных выплат на детей лучше дистанционно, говорят сотрудники Пенсионного фонда республики. Это позволит не только сэкономить личное время, но и сохранить здоровье. Подробности у Али Баташева. С 1 июня все семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это касается всех россиян, проживающих на территории своей страны. Обратиться за этой выплатой лучше и проще всего через портал Госуслуги. В заявлении необходимо указать СНИЛ заявителя и номер банковского счета. Процедура займет немного времени и позволит избежать возможных очередей. Времени для подачи заявления более чем достаточно, говорят в Пенсионном фонде. Заявления принимаются до 1 октября. Подать заявление можно дистанционно через личный кабинет на портале Государственных услуг. Если в семье двое и более детей, которые имеют право на указанные выплаты, заявление подается один раз. И в этом заявлении указывают всех детей, которые имеют право на указанную выплату. Вышеуказанные выплаты осуществляются только на банковский счет заявителя. При наличии сертификата на материнский капитал, заявление на выплату детям до 3 лет должен подать только владелец сертификата, напоминают специалисты. Опекуны также могут подать заявление, но для этого нужно лично обратиться в территориальный орган ПФР или МФЦ по предварительной записи. В связи с распространением коронавирусной инфекции, отделение Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии принимает все необходимые меры по недопущению скопления людей в клиентских службах отделений и максимально быстрому и бесконтактному приему заявлений на детские выплаты. Уважаемые жители Карачаева-Черкесской республики, просим вас обращаться за выплатами дистанционно путем подачи заявлений через портал государственных услуг и только в случае крайней необходимости приходить в клиентские службы территориальных органов ПФР. При этом следует предварительно записаться на прием через телефон или через сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатами. Вся необходимая информация опубликована на сайте Пенсионного фонда. Али Баташев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия. В Карачаево-Черкесии ожидается дождь и усиление ветра. Комментарии начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Абубики Раддакумова. В период с 22 по 23 мая местами на территории Карачаева-Черкесской республики ожидается сильный дождь в сочетании с грозой и градом, бесклавистым усилением ветра до 20-23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок в горах сход селья малого объема. В связи с этим существует вероятность возникновения происшествий невыше муниципального характера, связанных с активизацией взаимных процессов, повреждения опор, вленивых передач и мостов, объектов влезнеобеспечения, нарушениям в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, работы дренажно-коллекторных систем, повреждениям кровли, легких строений, половам ветвей, деревьев, подтоплением, затоплением низменных и прибрежных территорий населенных пунктов. В связи со складывающими погодными условиями главным управлением ЧЕС России по Крачаево-Черкесской республике рекомендуют зрителям республики соблюдать основные правила безопасности поведения. И слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков. В Крачаево-Черкесии облачно с прояснениями и дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду и порывы до 15-20. Температура ночью плюс 4, плюс 9, днем 9-14 выше нуля. А в горах ночью до минус 1, днем плюс 3, плюс 8. В отдельных пунктах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. В Черкесске дождь ночью сильный с грозой порывы северо-западного ветра до 20 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, а днем 11-13 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, полотенца, одеяло, дивандыки, скатерти, халаты, сундуки и многое другое. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. При покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%. Телефон 8 938 030 3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». В данный момент обслуживание покупателей осуществляется только через доставку. Это «Вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В садах Карачаево-Черкесии устанавливают противоградовые сетки. Для чего они нужны, главные их достоинства и какие еще работы ведутся по уходу за деревьями для того, чтобы получить хороший урожай в будущем. И какова общая площадь высаженных культур в данном хозяйстве, узнавала Альбина Ламкова. Сады Карачаево-Черкесии расположились на площади 207 гектаров. В прошлом году собрали порядка 1800 тонн урожая. Это неплохой результат. В период пандемии работа в садах ни на один день не останавливалась. Сад требует ежедневного мониторинга. У нас в саду работает 80 человек. Мы соблюдаем все меры предосторожности. То есть у нас на входе на территорию сада измеряется температура у сотрудников. Раздаем мы маски, антисептики. То есть мы за этим очень тщательно следим. Работать здесь одно удовольствие. Яркий зеленый цвет деревьев придает им неописуемую роскошь. А молодые плоды – нежность. Уже совсем скоро они нальются соком. Для того, чтобы каждый сорт яблоней и груш созрел вовремя и получился хороший урожай, необходимо вложить немало средств и труда. На сегодняшний день в этом направлении проводится активная работа по установке градобойной сетки. Для этих целей выбрали самую лучшую. На сегодняшний день на рынке очень много предложений по поставке комплектующей, в том числе сетки. Мы определились на сетке, которая производится в Италии. Комплектующей тоже из Италии. Сетки у нас двух цветов. Она черная и кристально-серая. То есть в зависимости от того, какой сорт яблок – красный либо зеленый – на этот сорт определенного цвета идет сетка. Специалисты отмечают, что значимость противоградовых сеток сложно переоценить. Они способствуют лучшему развитию плодовых деревьев. Главное достоинство сетки – защита плодов от повреждений, солнечных ожогов и сильного ветра. Они натягиваются вручную над посадками и надежно закрепляются. На сегодняшний день в хозяйстве защищены сеткой более 60 гектаров фруктовых садов интенсивного типа. Она устанавливается на второй год плодоношения деревьев и позволяет получить наиболее качественный урожай. Помимо установки противоградовых сеток, деревья опрыскивают и ведут борьбу с сорняками. В садах Карачаева-Черкесии растут яблони и груши. Но, как нам стало известно, в скором времени заложат и один гектар персиков. Альбина Ламкова, Руслан Харченко. Вести Карачаева-Черкесия. Адыихабльский район. На территории Карачаева-Черкесии по распоряжению министра внутренних дел Александра Мельниченко проходит комплексно-оперативно-профилактическая операция. Цель ее – усиление работы по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от суда и следствия, выявлению незаконно хранящегося оружия, установлению местонахождения людей, пропавших без вести. Сотрудники полиции за три дня комплекса оперативно-профилактической операции проверили 266 животноводческих объектов. Установлены личности 92-х человек, которые находились на территории ферм без документов. Сотрудниками МВД России по Уджигутинскому району выявлен 43-летний житель Ставропольского края, уклоняющийся от отбывания наказания. Ранее мужчина был осужден и приговорен к исправительным работам Миролововским городским судом. В нашей республике нередки случаи, когда участниками ДТП становятся крупные рогатые скоты. Почти каждый водитель рано или поздно встречает их на своем пути. К сожалению, такие встречи вовсе не безобидны и заканчиваются плохо как для владельцев скота, так и для водителей. С обращением к жителям республики обратилась инспектор по пропаганде лейтенант полиции Диана Джужуева. Серьезной проблемой является дорожно-транспортное происшествие с участием домашних животных, оставленных без присмотра, которые выходят на дорогу и порой автомобилисту трудно заметить животное и вовремя принять меры по недопущению наезда, особенно в темное время суток. Люди травмируются и погибают в подобных автоавариях. Автовладельцам и самим безответственным хозяевам скота наносятся материальный ущерб. С начала года на дорогах Карачайска и Карачайского района произошло 4 дорожно-транспортных происшествия с участием оставленной без присмотра домашней скотины. К нам едут большое количество туристов и животные на дороге наносят ущерб имиджу района, города и в целом республики. Обращаемся еще раз к жителям принять меры по контролю над своими домашними животными, которые могут стать причиной ДТП, тяжелых последствий, в том числе и со смертельными исходами. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и другие правила дорожного движения. В республике стартует детский онлайн-фестиваль «Мы – частицы Великой России». В целях патриотического воспитания подрастающего поколения Карачайо-Черкесской детской библиотеки имени Сергея Никулина приглашает всех желающих принять участие в детском онлайн-фестивале, посвященном Дню России. Работы принимаются до 10 июня и будут размещены на официальном сайте библиотеки. Подробнее об условиях онлайна рассказала главный библиотекарь Елена Мачихина. Как можно стать участником фестиваля? Достаточно рассказать о месте, либо уголке нашей необъятной России, где вам посчастливилось побывать, поделиться своими впечатлениями. Как это можно сделать? Первое – это нужно прислать фото, либо видео с небольшим описанием. Второе – это рассказ, либо стихотворение, собственное сочинение. И третье – это рисунок. Также нужно добавить небольшое описание. Автор обязательно должен указать свои данные. Это фамилия, имя, класс и школа. В преддверии Дня России все работы будут опубликованы на онлайн-ресурсах нашей библиотеки. Это страницы в соцсетях, Инстаграм, ВКонтакте и на официальном сайте нашей библиотеки. Мы считаем, что такого рода мероприятие воспитывает любовь к родине и носит патриотический характер. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и ждите только добрых вестей. Продолжение следует... Поправки Конституции...